24 октября 2016 года в здании Донецкого республиканского академического театра юного зрителя в Макеевке прошли показательные тактико-специальные учения МЧС ДНР, во время которых было отработано взаимодействие сотрудников МЧС с экстренными службами города, ГАИ, скорой помощью и компанией «Вода Донбасса». Учения проходили под руководством заместителя министра МЧС ДНР полковника службы гражданской защиты Дмитрия Захарова. За ходом наблюдал исполняющий обязанности главы администрации города Макеевки Валерий Лиховец, представители МЧС ДНР, а также сотрудники городской и районных администрации Макеевки. По замыслу тактика специальных учений в 11.15 на пульт диспетчера оперативно-диспетчерской службы государственного пожарно-спасательного отряда города Макеевки поступила информация о пожаре в здании Донецкого республиканского академического театра юного зрителя. Оказалось, что во время спектакля в театре под сцены из-за короткого замыкания в поворотном механизме сцены возникло возгорание. В связи с тем, что сцена выполнена из деревянных конструкций, пламя быстро перебросилось на планшет сцены и декорации. Возникла угроза распространения огня на верхнюю ярус и колосники, а также в зрительный зал, в котором ещё находились люди. Персонал Цюза отключил здание театра от электричества, вызвал сотрудников МЧС ДНР, а также провёл мероприятия по эвакуации зрителей и сотрудников театра, которые были выведены через центральный вход и боковые эвакуационные выходы согласно плану эвакуации здания. На тактико-специальное учение было привлечено 57 человек личного состава и 12 единиц пожарной специальной техники. Заместитель министра МЧС ДНР, полковник службы гражданской защиты Дмитрий Захаров подвёл итоги учений, оценив их на «отлично». «Сегодняшняя оценка макеевским спасателям можно дать «отлично». То есть отработано всё в полном объёме. Это и спасение людей. Вы видели с перекрытия здания человек, который условно находился в задымленной зоне и по специальным колосникам, которые находятся в театре над сценой, он вышел на перекрытие, значит, оттуда был эвакуирован. То есть в задымленной зоне он был, естественно, без аппарата. Это работник, по легенде, работник театра иного зрителя. Мы спасли его, значит, с крыши здания. Ну и остальных людей выводили из окна по автолестнице 50-метровой, специально, которая предназначена для спасения людей, а также для подачи нетучших средств». Марина Ерёмченко, специально для Новороссия ТВ.